Микс Ньюс Голова предмет темный, и следованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит, и тебя тоже вылечит. Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Диагноз недели». В студии работает Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на удаленной связи с нами врач-психиатр и ведущий программы Ариэль Резник-Мартов. Мы продолжаем работать в режиме чрезвычайной ситуации и соблюдаем режим самоизоляции. Здравствуйте, Ариэль. Здравствуйте, Вадим. О чем мы сегодня с вами поговорим в течение часа? Ну, тема у нас базовая. Ничего за прошедшую актуальнее не произошло, она сохраняется. Но, мне кажется, эта тема пересекается с вопросом, которым когда-то уже поднимали. Вопрос границ. И, как вы заметили, вопрос границ очень актуальен. Начиная от закрытых границ государств и продолжая к карантинам, когда люди находятся в своем городе, в своей квартире. Когда прокидать эту квартиру во многих разрушено только по особым поводам. Когда люди вынуждены проводить друг с другом намного больше времени, чем в первые клетки. И, соответственно, как-то совмещаются все давить друг на друга в границе этих людей. Границы – это так. Последняя какая-то была статистика из европейских стран, что резко вырос в уровне семейного насилия. И число разводов, кстати. Разводы, насилие. То есть, что произошло? Вот мне кажется, представим, что ты взял Европу, допустим, и сильно сжал ее. Границы остались, но территории сузились во многих раз. И люди оказались все намного ближе друг к другу, чем привыкли. И давление, сдавливание, естественно, порождает напряжение. Потому что это касается и физики, которой я не силен, и то же самое касается отношений между людьми. То есть, действия противодействия, так это... Пространство, они испытывают куда большее давление и на себя, и от себя. То есть, получается, что вот этот физический закон, что любое действие рождает противодействие, он работает и на уровне человеческих отношений. Наверняка. И как это проявляется? Почему это часто выливается именно в агрессивные формы? Насилие, раздражительность, ссоры, в конце концов. То есть, что мешает найти какой-то другой путь, как вы считаете? Ну, во-первых, мы понимаем, что это не везде. Не в каждой семье это происходит. Наверняка есть семьи, где это не приводит к всплескам агрессии, к разводам и подобным вещам. Но я думаю, что, как всегда, зерно подойдет на подготовленную почву. Люди, у которых и до того были проблемы в отношениях, люди, у которых и до того были проблемы с границами, начинают себя чувствовать намного хуже, потому что друг от друга не спрятаются. И границы тоже давят друг на друга. Мы вообще знаем, что границы – понятие нестабильное. Если посмотреть на человеческую историю, даже на протяжении моей жизни и вашей жизни, Вадимова, моложе меня, мы видели большие перемены в границах на географической карте. Ну, в конце концов, и вы, и я пережили распад Советского Союза. Соответственно, мы видели... Об этом речь и идет, и появление новых стран. Поэтому границы, как мы знаем, никогда не на века. Никогда. Что уж говорить о границах между людьми. Конечно же, они претерпевают куда более драматические изменения во время любого кризиса. Но ведь здесь, мне кажется, интересно другое, что... Я вот обратил внимание на свое ощущение, мне кажется, это можно отнести и к границам. Когда я увидел самолет, летевший над Золи Туде, то я этому удивился, порадовался и написал пост в Фейсбуке. Потому что уже привык к тому, что самолеты не летают. Хотя прошло всего несколько недель, еще несколько недель. Это казалось абсолютно нормальным, абсолютно естественным. И казалось, что это уже не изменится. Так же, мне кажется, и с границами происходит. То есть наше ощущение до того, как что-то разваливается или меняется, оно часто основывается на том, что это будет всегда. Но потом мы очень быстро привыкаем к тому, что уже по-другому. Происходят такие переломы, вот как вы считаете, сейчас? Я думаю, что они происходят всегда. Сейчас это просто особенно обострено. Я думаю, что... Ну, вообще, зачем нам нужны границы? Во-первых, граница – это то, что нас защищает. И во-вторых, граница – это то, что нас, в принципе, определяет как личность. Ну, вот как мы можем назвать некую страну, если у нее нет границ? Она фактически не существует. Пока не проведены границы, мы не знаем, что это – Франция, Германия или что-то еще. В этом есть и психологический такой момент, потому что я вспоминаю огород, на котором в детстве рос. Вот эта линия забора – это моя территория. То есть это я абсолютно чувствовал, что вот это моя территория, а дальше начинается другая. Или двор, в котором... У вас кулатская психология, Вадим. Да, но я могу вспомнить даже двор, в котором я рос в Кенгараксе. Вот это ощущение, что ты защищен этими четырьмя домами, которые стоят. Вот это твой двор, твоя территория, и другие ребята с района не могут сюда прийти и диктовать свои условия. Это тоже был важный такой психологический момент в детстве. Я думаю, веселее. В детстве, в возрастном состоянии мы себе создаем границы, и они не только пространственные. Конечно, вот это английское «мой дом, моя крепость» никто не отменял. И то, что находясь на своей территории, ты имеешь право защищать ее и себя. Это их вторжение, и это имеет отношение к людям и государствам. Но с государством, опять же, все как-то, как ни странно, проще. Есть граница, она меняется или в силу войн, или в силу политических договоренностей, или природных атопризмов, или еще чего-нибудь. С людьми проведение границ ни на одной парте не защищена. Но брейк можно таким образом. Ты стараешься дать другим почувствовать, где проходят твои границы, и свои границы расширяешь или сужаешь. Или ты можешь позволить кому-то, твой выбор, кому-то позволяешь за эти границы проникнуть. А сейчас опять эти границы, когда люди заперты на одной территории, возникают бесконечные пограничные конфликты. Потому что узко, потому что дышать нечем. Это можно сравнить с такой изоляцией, которая была, не знаю, которая есть в Северной Корее или была в Советском Союзе. Многие хотели вырваться. Там предпринимали достаточно такие рискованные шаги для того, чтобы уехать, улететь, уплыть из Советского Союза. Это можно провести здесь такую аналогию? Побег от... Ну, побег из собственных границ. Вряд ли. Расширить их, наверное, да. Я бы, наверное, сравнил, скорее, как идеализировать с Колумбом или с Магелланом в поисках новых стран, новых территорий. Может быть, и так. Граница интересная вещь. Уже давно сейчас стало очень много таких психологических штампов, можно так выразиться. Один из них – претензия к окружающим. «Ты нарушаешь мои границы, ты не уважаешь мои границы». И так далее, и так далее. Я от своих пациентов периодически слышу какую-нибудь фразу «Он не уважает мои границы». Но когда я начинаю объяснять, что же происходит, я понимаю, что человек из своих границ на самом деле никогда не обозначал. Я понимаю, что человек от границы всё время были очень расплывчатой. Они не давали окружающим причинам, из нежелания обидеть, из плохого понимания, где на самом деле моя теть. Люди очень часто забывают свою границу подвести. От того, что её нарушают, ту самую границу, которая, возможно, существует в сознании, но не озвучена для окружающих. Люди обиженную границу нарушают, но на самом деле они сами точно не знают, где она происходит, тем более не могут дать об этом понять окружающих. Но есть ведь понятие личного пространства, когда человек физически приближается к тебе ближе, чем тебе это нравится, то ты чувствуешь, что это неприятно, потому что человек нарушает твоё личное пространство. Это похожая история с психологическими границами? Я думаю, что да, но опять, с психологическими границами вопрос в том, кого мы допускаем в свою личную пространство. Чем ближе нам человек, тем больше мы его любим, нас, тем ближе друг к другу, тем меньше тех самых границ. Вторжение в границы, из тех, кто нам приближается с некими агрессивными намерениями, мы это сразу решаем, мы готовы дать ему отпор, или в конце концов убежать вместе со своими границами. Человек, который, возможно, не агрессивен, но… Навязчив. Такое выражение «без чувства дистанции». Человек, который вторгается слишком нахраписто, не желая, может быть, зла, но даже не думая о том, что при этом чувствуем мы. И, ну, вы же знаете, границы есть на самых простых уровнях. Например, старое доброе правило, когда ты входишь в комнату к человеку, даже если вы живёте вместе, вы одна семья, и входишь в комнату, постучись. Что удивительно, что многие, допустим, родители считают, что стучаться в дверь к своему ребёнку не надо. Это твой ребёнок, ты имеешь правило, в какой-то момент распахнуть дверь, и это не нуждает в никаких оправданиях и объяснениях. Крайне порочная тактика, на мой взгляд, потому что у ребёнка, а тем более у подростка, ощущение своих границ с одной стороны не определено, а с другой стороны очень обострено. Он воюет за свои границы, он пытается их осознать, но опять границ нет, а чувство нарушения их отмечается моментально. Возникает тревожный звонок, возникает вспышка гнева и так далее. Поэтому то, что сейчас происходит в домах, где, допустим, дети в школу не ходят, дистанционное обучение, и родители давно со своими детьми с того времени вместе не проводили, а дети сейчас, в общем, не могут и уйти с друзьями компании и погулять. И это, конечно же, некий конфликт поколений здесь возникает. Но многие как раз в социальных сетях пишут родители о том, что они ждут, не дождутся, когда школы снова откроют, и дети пойдут и сядут за парт, они будут сидеть дома. То есть, уже такой явный передоз у многих наблюдается этой истории. Я думал, что даже чем-то очень вкусным можно объеститься до тошноты. И здесь то же самое. Как бы люди друг друга не любили, но быть постоянно зацепленными на одной территории, это тяжелые, серьезные испытания. И опять же, для их границы приходится перестраивать. Потому что раньше мы знали, что мы встречаемся утром, вечером и на выходных каким-то образом. а все остальное время это твое личное пространство. Ты имеешь дело с другими людьми, находишься на других территориях и так далее. А теперь все изменилось, и снова возникают пограничные конфликты, войны, объяснение отношений. Хорошо, если все это в семье есть традиция решать проблемы путем дипломатии. И на уступки, достигать компромиссов. И то, что, наверное, важно в любых отношениях семейных в первую очередь, это уметь спокойно и откровенно разговаривать о том, что чувствуется, о том, что происходит. Мне кажется, здесь есть одна проблема, которая часто наблюдается в семьях. Это когда люди боятся сказать о том, что мне нужно это личное пространство и боятся услышать упрек, что тебе плохо со мной, например. И, соответственно, это может спровоцировать какие-то затаенные обиды и которые уже будут каким-то образом выражаться. Не всегда ведь легко это сказать человеку, который тебе дорог, что я не могу проводить 24 часа в сутки. Я думаю, что, конечно, если человек говорит, что тебе плохо со мной, фраза абсолютно инспективно. Ну да, она подразумевает ответ «нет, ты что?» Нет, мы подразумевает этот ответ. Именно подразумевает ответ «я тебя очень люблю, но мне нужно на листах пространство». Мне всегда было интересно, насколько достают друг друга сиамские близнецы. Потому что у меня не было опыта общения с ними, но каково это находиться с кем-то всю жизнь 24 часа в сутки, это действительно вопрос. Тем более, это два разных человека, которые находятся в одном теле фактически. Мы все не сиамские близнецы, поэтому как бы ты человека не любил и как бы он тебя не любил, ответ «что мне с тобой очень хорошо, но мне нужно попыть иногда самому тоже, у меня есть другие дела, уединения», это нормальный ответ. И я думаю, что здоровые отношения не подразумевают один такой ответ. Но это в идеальном мире, а если говорить о вашем опыте, о вашей практике, вот насколько это распространенная проблема, как вы считаете? Думаю, что никто не отменял понятие невротических отношений, а не человеку, наделенному невротической личностью, для него вопросы собственной ценности для кого-то, собственной любимости, важности, болезненно важны. И для подобного человека сразу «ты извини, я бы хотел побыть без тебя», она очень болезненна. Она немедленно намекает ему на его несовершенство, на то, что его не так уж любят, на то, что он не так уж дорог, и так далее, и так далее. У нас звонок, примем его. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Сергей. Да, Сергей, слушаю вас. Хотел узнать, почему в списке профзаболеваний нету психотравм. на работе такое же происходит насилие, как и в семье. Да, мы слышали вашу историю уже очень много раз, поэтому я думаю, что, в принципе, ограничимся вопросом про психотравму. Ариэль? Да. Есть ли психотравма как диагноз? Психотравма как диагноз не существует. Есть вот посттравматическое стрессное расстройство. существует. Психотравма как диагноз не существует. Я думаю, что она может быть толчком для чего-то, у кого-то может, у кого-то не может, но мы все сталкиваемся в жизни с психологическим травмированием периодически. Увы, жизнь к нам не всегда приветлива, и какие-то травмы с нами происходят. И мы находим признаков здоровой личности, это умение с этими травмами справляться. Иногда, когда мы изначально нестабильны или выросли не в самой благоприятной обстановке, то, что для кого-то является переживаемой травмой, для кого-то отзывается далеко идущими последствиями. Я хотел вернуться к теме границ и к тому, о чем мы говорили до звонка. Мне кажется, что ревность относится как раз, это чувство относится к категории нарушающей границы. Так ли это на самом деле? Развейте вопрос, пожалуйста, Вадим. Почему? Ревность это то чувство, которое нарушает границы. Я имею в виду, что человек, который ревнует, требует от другого подчинения, чтобы он всегда был под контролем, потому что если эта девушка, например, ты не туда посмотрела, ты провела больше времени на улице, чем запланировано, ты сходила в магазин на 15 минут, провела там 20 и так далее и тому подобное. Можно ли сказать, что ревность это то чувство, которое не приемлет никаких границ? С одной стороны, можем сказать, что ревность это такая странная форма любви, какая границ не хочет и не приемлет. Потому что ревность с одной это желание контроля. Быть абсолютно уверенным в том, что предмет твоей любви никогда тебя не покинет и ты для себя будешь самым лучшим. С другой стороны, ревность мы, мне кажется, неоднократно говорили, это скорее не о том, кого ревнули, это о себе. Если для тебя кто-то другой, даже в моих подозрениях, может быть, лучше, чем я, другой или другая, вносит подарок по моей самооценке. Я себя чувствую плохим или плохой, я себя чувствую недостойным, недостаточно ценным для того, чтобы меня любить. естественно, корни всего этого имеют отношение к другим людям, другим ситуациям, это совершенно другая история. Но постоянное ощущение своей незначительности тоже присутствует. Когда хочется провести свои границы и вот в эту границу включить того, кого ты любишь, чтобы он был с тобой постоянно на одной территории. Может быть, в идеале тем же сиамским близнецом. еще у нас много звонков. Здравствуйте, как вас зовут? Привет. Слушаем вас. Слышу. Вы можете сказать, что такое посттравматический стресс и синдром. Есть разница? Да, спасибо. Стресс это нечто разное. Есть травматическое стрессовое расстройство, о котором, по-моему, говорили на этой суши сказать. Это то, что изначально описано для людей, бывавших в военных конфликтах, а позже расширено на людей, пострадавших в травматичных отношениях, в детстве и так далее. Характеризуется постоянным переживанием этой ситуации заново, кошмарные сны, тревога, депрессия, саморазрушительное поведение, зависимость и тому подобное. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня Андрей зовут. Да, Андрей, слышите. Скажите, пожалуйста, хотел такой вопрос. А вот наш доктор по поводу детской психологии может об этом говорить? Какой у вас вопрос? Вопрос такой, допустим, у меня ребенок в 6 лет, раньше не замечал за одного такого очага, последние, да, две недели мы сидим дома и вот у нас появилась такая история, что если мы что-то не даем или не находим какой-то компромисс, у меня ребенок выбирает вещи и собирается куда-то уходить. И как реагировать на такие ситуации? Спасибо. Да, спасибо вам. Ариэль? Я плохо слышал, сформулирую, пожалуйста, еще раз. Ребенок, когда не находит, как я понял, наш радиослушатель с женой какой-то компромисс, они находятся на режиме самоизоляции, он просто собирает вещи и хочет куда-то уйти. То есть, как вести ему в себя в такой ситуации отцу? Ну, наверное, сейчас мы говорим банально, ребенок явно требует внимания к себе, если ребенок собирает вещи демонстративно и хочет уходить, это его такая акция, удержите меня, покажите, что я для вас важен. Наверное, говорить, иди куда хочешь, ну, непонятно, что это ребенок, это тоже хорошо бы понимать. Мы попросим радиослушателя перезвонить и более подробно сформулировать вопрос, может быть, я неправильно его передал, поэтому, если вы нас слушаете, позвоните еще раз, повторите, пожалуйста, вопрос. Кстати, звонок у нас, да, здравствуйте. Здравствуйте, еще раз я успокоюсь по этому же вопросу. Значит, ребенку 6 лет и конфликт не с женой возникает, а непосредственно с ребенком. А, извините, да, я неправильно вас понял. Ну, вот так примерно. Да, спасибо. Я думаю, что с ребенком в 6 лет уж точно можно разговаривать. Можно спрашивать, на что ты обижен, почему ты хочешь уйти, куда ты хочешь уйти. Если ты так обижен, что готов где-то жить без нас, чем я тебя обижаю, с чем-то не согласен. Если ребенок высказывает какие-то вещи, которые вам кажутся неразумными или вредными, но стоит его пытаться убедить. Стоит его пытаться это обсуждать. А ребенок должен услышать, что вы его любите. Ну, я не думаю, 6-летний ребенок, который, как только обижается демонстративно собирать вещи, уходит, такая страшная проблема. Это хороший повод для вас со своим ребенком лишний раз разговаривать, лишний раз дать ему услышать ваши чувства к нему. И диалог всегда хорошо. А как соблюсти баланс, учитывая, что, ну, есть какие-то стандарты воспитания, чтобы ребенок с одной стороны понял, что его любят, с другой стороны, чтобы он понимал, что какие-то вещи тоже делать нельзя. Например, нельзя шантажировать там родителей. Ну, я сейчас просто моделирую из головы ситуацию. Как это соблюсти? Одна из родительских функций это установление границ. В первую очередь, границ безопасности. То есть ребенок, который ощущает, что родители, на мой взгляд, следуют некой модной тварию, что ребенок ни в чем вообще нельзя ограничивать, ни в чем нельзя ему запрещать что-то или еще что-то. Фактически ребенок теряет тот самый родительский образ. Родительский образ и любовь, и защита. А защита тоже требует проведения границ. И обязательно разъяснение, почему эти границы проведены и для чего они нужны. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня Петр зовут. Да, Петр, слушаем вас. Скажите, пожалуйста, про такую болезнь, которую многие врачи известные, отрицают. Нервная циркуляторная дистония. Я был свидетелем, как одного аспиранта и физически здорового мужчину, человека, охватила эта болезнь. Еле транквилизаторами сильнейшими вылечились. Спасибо. Спасибо. Это вегетососудистая дистония, я так понимаю. Вегетососудистая дистония это не болезнь, это некий синдром, когда у человека часть нервной системы, центральной нервной системы, отвечающей за самые разные функции, учащение, урежение сердцебиения, сужение, расширение сосудов и так далее, когда начинается хаос, возникает масса неприятных ощущений, которые могут быть весьма пугающими. Но чаще всего никакой опасности в себе не несут. Но если это не лечить, то это нарастает, это превращается в возможные состояния, в панические приступы и тому подобные вещи. Поэтому это то, что обычно все-таки должно лечить нам и для психиатра и психотерапевта. Но для этого сначала человека обследовать и исключить все остальные возможные причины для подобных симптомов. Звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефона прямого эфира в нашей студии. Программа «Диагноз недели». Врач-психиатр Арель Резник-Мартов работает удаленно сегодня. Вы звоните, задавайте свои вопросы и пишите в WhatsApp 230-6191. Говорим мы сегодня о границах, о психологических границах. Это стало очень актуально в связи с режимом самоизоляции. Ну вот, продолжая тему нарушения границ, все-таки, когда мы говорим о нарушении границ, кажется, что это не очень хорошо звучит, потому что нарушение подразумевает какое-то не очень хорошее действие. Но, тем не менее, есть ли позитивная сторона у этой истории? Можно ли нарушать границы? Если можно, то когда? Я думаю, что можно уж и нарушать. Это опять не государственная граница, где колючая проволока, столбы с надписью «Стой стрелять!» будут вершить сундук. Мы можем эту границу нарушить незаметно для себя. Поэтому на уровне отдельных личностей единственный способ это перетоворы. Кроме того, нарушение границ это нам повод задуматься. Ну, например, если мы задумываем о том, что и почему с нами происходит, у людей тревожных их граница часто ну, ну, в этом чрезмерно закрыта. Люди, которые заранее не готовы близко никого подпускать. Люди, испытавшие некие травматичные переживания в детстве они заранее рассматривают любовь, которая вторгается в эти границы, как нарушителя, как угрозу, опасность. Иногда, как эти границы преодолевают постепенно, то вдруг мы выясняем, не так, что и страшно, что не всякий, кто в нашей границе вторгся, сделался со злым умыслом, то, возможно, эти границы, будучи нарушенными, заставляют задуматься, а так ли уже они необходимы именно вот в таком, на таком уровне, например. И я думаю, что тот вопрос, который мы себе рано или поздно задаем, всегда, так все-таки, что такое мои границы? Я их провел из чувства страха, я их провел из чувства любопытства и стараюсь их расширять, насколько мои границы гибки в конце концов, потому что в течение жизни наши границы все равно меняются. То есть, в общем-то, это хороший способ в первую очередь самому человеку исследовать свои границы, а заодно тех, кто за него заступает, с какой целью за него заступать, с какой эмоцией нас вызывает этот человек, вошедший в наши границы и так далее. У нас звонок еще, здравствуйте, как вас зовут? Сергей. Да, Сергей. А что, если люди встречаются, вот типа вампиров, вот типа садистов, любят настроение портить, вот как-то добыть, то есть, если специальный человек делает так, чтобы было плохо, то есть, из-за зависти, либо он считает себя какой-то элитой, либо считает, что его народ более древний, чем выдержит. Да, спасибо вам, люди, которые не вызывают позитивных эмоций. Ну, в общем-то, то, о чем мы говорим, если человек по твоему ощущению вторгается в твои кромишу, причинить тебе больше, тебя обидеть, испорить, манипулировать, ты оставь дать ему почувствовать напрямую, сказать об этом, что это отношение ко мне меня категорически не устраивает, я не хочу с тобой таким иметь дело. Добрый, прекрати это дело. Здесь, мне кажется, есть еще один интересный нюанс, очень субъективно сейчас размышляю на эту тему, но есть люди, которые вызывают отторжение, хотя вроде бы ничего плохого они тебе не делают, по крайней мере, с рациональной точки зрения, ты не можешь объяснить, почему они вызывают у тебя такое чувство и почему ты хочешь от них закрыться. Вот это что-то на уровне химии или, по крайней мере, на уровне бессознательного? Я думаю, что у тебя вызывают такое чувство, как минимум, можно прислушаться к себе, можно присмотреться к этим людям. Возможно, действует то, что называется перенос, и ты к этим людям испытываешь чувства, которые исходили давным-давно абсолютно к другим людям. И они, что называется, расхлебывают чужую вину, расхлебывают чужую ошибку. Поэтому не всегда надо в панике кричать нарушитель, убирайся отсюда. У тебя всегда есть возможность прислушаться к происходящему. Я хочу еще раз сказать, что границы с одной стороны, да, они защитны, но защитны, границы, не знаю, как панцирь черепахи или еще. Это начинает сковывать, начинаем сидеть в одних и тиражах границах. Я приведу мой пример известные путешественники, мореплаватели, открыватели новых земель, открыватели новых каких-то, на самом деле, территориальных, раздвигающие научные границы. Мне кажется, слишком жесткая граница, она, конечно, не допускает к тебе кого-то со стороны, но она и не выпускает тебя никуда. Жесткая, низкая граница это ограничение. Граница это тоже ограничение. Вот искать тот баланс, где эта граница может быть гибкой, где мы можем искать, осваивать какие-то, но выглядывать за границей и смотреть, что там творится в этом мире, это важно. Но, тем не менее, все-таки вот эта психологическая граница, она дает чувство защищенности, и это чувство защищенности, насколько обоснованно или все-таки это та иллюзия, которая у нас возникает от того, что мы никого, допустим, или минимально пускаем людей вот в свои эти контуры? Я думаю, что правильно выстроенная граница, я понимаю, насколько субъективно и условно это утверждение, потому что правильно выстроенная граница, правильное сосуществование рядом с соседями, членами семьи или другими людьми, правильная граница это чувство защищенности и спокойствия, и в то же время не дает тебе ощущение узник. В конце концов, колючая проволока и забор вокруг места исключения тоже граница, но она почему-то никого не радует. Я думаю, что ощущение границы и ограничения каждый человек должен постараться глубоко себя услышать и осознать, какие границы разделяют его с людьми, находящимися рядом, с окружающим его миром. Какие границы необходимы? Да, Риэль, вы пропали у нас. Сейчас я попробую перезвонить. Риэль Резник-Мартов с нами на прямой связи. Программа «Диагноз недели». Вы тоже звоните 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефона прямого эфира в нашей студии. Да, Риэль, слышите ли вы нас сейчас? Слышно нас? Да, 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 вот продолжаем. Да, связь прервалась, но мы вернулись в прямой эфир. Поэтому не надо стать границей как нечто на всю жизнь. И границы, как и в общем-то наша собственная личность, наши границы это производные, часть выставлены нами, часть навязанная извне, это то, что нуждается в анализе и понимании. И этим анализом и пониманием своих границ мы занимаемся всю жизнь. Мы отознаем, какие установлены нами, а какие нам навязаны извне, являются результатом нашего добровольного компромисса с окружающим миром. Исследование границ каждому стоит быть таким географом и пограничником с границей. Вопрос от нашего слушателя, который пришел по WhatsApp. Какие причины у нейроциркулярной и вегдососудистой дистонии? И известно ли врачам, что провоцирует этот синдром? Слушайте, диагностическая такая долгая и у нас кончается передача. Наберите в Google и там все исчерпывающее описано. А вот врачи не рекомендуют обращаться к Google по поводу медицинских диагнозов? В некоторых раз как лечиться не надо, а чаще такое дистония вполне можно. Ну, завершая наш эфир, у нас буквально остается несколько минут. Давайте резюмируем по поводу границ, подведем итог нашей программы. Да вовсе я все уже резюмировал, что мог. Я думаю, что если мы говорим о границах в условиях карантина, то мы вообще в жизни желательно уважать границы друг друга. Добрососедские отношения это называется? Соседские. Если так получилось, что соседи твоя собственная семья, с которой ты находишься на одной сравнительно небольшой территории, у кого больше, у кого меньше. Так вот, эти границы, возможно, их стоит обсудить. Возможно, людям просто стоит сесть за стул, все из семьи и сказать, вот такая сейчас ситуация, нам друг от друга никуда не деться. Давайте что-нибудь придумаем, чтобы друг друга не раздражать. Давайте, в конце концов, выскажемся, какие у каждого из нас есть претензии, какие у нас пожелания, и обсудим, какой компромисс мы можем найти. Потому что нам надо пережить карантин, он не вечен, и желательно нам из него выйти с наименьшими потерями. А если говорить о границах за пределами карантина, которые закончатся, это, наверное, одна из самых важных задач любого человека, понимание собственных границ, понимание того, они установлены тобой осознанно, а что бессознательно, понимание того, какие границы навязаны кентеизм вне, и устраивают ли они тебя, и что ты с этим можешь сделать. Исследование и понимание этих границ дает замечательную основу для дальнейшего понимания себя, дальнейшего выстраивания своей жизни и отношения. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим программу Диагноз недели. В студии работал Вадим Родионов. На удаленной связи с нами был Ариэль Резник Мартов. Я с вами не прощаюсь, мы встретимся через час в программе Вечерний интерактив. Ариэлю мы говорим до свидания, до следующей недели. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok